здравствуйте 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 сегодня у нас 24 мая 2016 года канал арт подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии отчет есть освещение да все хорошо мы все точно в эфире абсолютно до новой исторической эпохи осталось нас 529 дней вот пишет пошел эфир да все очень хорошо вот илье с оренбурга мы передаем привет привет илья привет и гряда что там еще какие-то письма были сергей что-то да но письма у нас в принципе такие предварительные скажем так не то что предварительные много людей пишет про голосование до что зарегистрировались что готовы раз поддерживать сейчас мы еще про это скажем важная информация вот и в общем то из таких интересных писем сегодня писал нам человек инвалид да вот мы сегодня помните с вами обсуждали спрашивал как можно помогать вот скажем так не будучи физически сильным человеком да туда писал инвалид да вот вы сказали какую-то мысль по этому поводу озвучите ну в информационном мире самое главное сейчас самое главное влияние на мир материальный образует именно информационный мир а самое главное влияние информационный мир образует такие люди которые убеждены в своей правоте которые являются в общем фанатами какой-то идеи какой-то идеологии ну так всегда был так был в материальном мире а теперь вот в информационном поэтому любой инвалид может оказать неоценимую помощь пропагандирую идею 5 11 17 года то есть революции в россии смены этого поганого режима и в общем я думаю что от него толку будет нисколько не меньше а может быть и больше чем от как он написал я не не умею не могу в него не могу драться много пользы в драке от меня да 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 ну вот драки ты в общем то сейчас драться не самое главное хотя тоже нужно хотя тоже нужно ну как как каждый должен свою роль выполнять поэтому в общем то пусть не не переживает его помощь для нас конечно очень важно и технические проблемы у многих людей возникали по поводу регистрации на волне перемен хочу сказать что это не мы решаем эти проблемы и собственно не мы их создали потому что это сторонние программисты у парнаса вот но основное решение большинства проблем это указать другой email друг телефон другую сим-карту или другой регион да и просто люди как бы с таким нас таким как это возмущением до обращаются на что мы что-то плохо сделала сами вот сейчас регистрировали семь человек в результате шестерых зарегистрировали одного не смогли да но не разобрались разобрались ну кое-как да тут седьмом то есть шесть человек нормально просто 1 1 никак не получается ну что же техника никуда не денешься да вот пишешь я что на парнасе не регистрирует но вот уже говорим про это так ты хотел рассказать о порядке там регистрации регистрация заканчивается завтра в ноль часов то есть ну фактически послезавтра но остается вот еще сутки и и три часа до конца регистрации тот кто не зарегистрировался он не сможет проголосовать онлайн но он может проголосовать оффлайн в 13 городах саратова там нет список где этих городов там чё-то нижний новгород питер москва чё там еще да друзья но смотрите давайте прям очень внимательно к этому вопросу отнесемся выяснилось у нас некоторые подробности да по поводу нашего голосования очень важные подробности существует 13 городов списке я сейчас добавлю в описании не добавил сейчас добавлю прямо через несколько минут вот добавлю информацию по поводу того где голосовать вот то есть там будут непосредственно избирательные участки куда можно будет ножками дотопать и там проголосовать за вячеслава мальцева вот собственно если вашего города в этом списке нету то вы можете все также проголосовать на сайте как мы анонсировали ранее только 29 мая это очень важно 29 мая мы голосуем на сайте 28 в субботу мы голосуем на избирательном участке если мы хотим это делать если не хотим то тоже также ваш голос будет учитываться не меньше на сайте поэтому просим вас очень внимательно к этому отнестись если вы 28 заходите на сайт и у вас не получается зарегистрироваться это не значит что надо об этом забыть там плюнуть и что-то еще надо 29 обязательно зайти и проголосовать на сайте а по поводу городов где можно будет там адреса есть сейчас мы добавим информацию я еще раз об этом напомню да спасибо вот тут написали вячеслав вопрос почему вы боитесь сказать правду о сша со и сша не заинтересованы чтобы россия была стабильной о каком сотрудничестве речь они бомбят и грабят другие страны сша враг россии но это может быть федоровский какой-то товарищ написал поймите там я думаю что в сша совсем другие проблемы там люди не сидят и и не и не думают как бы там нагадить так россии которые вот там занимает меньше двух процентов экономики главная проблема с россией связано что у россии есть ядерное оружие если бы вопросы этого не было то про россию вспоминали бы только в одном случае знаешь как он в том что часть территории россии благодаря такой политики уродов может упасть китаю и тогда америке будет фигово вот о чем мы думали что сибирь и дальний восток если отойдут китаю то для америке будет совсем фигово чтобы не сказать по-другому поэтому вот я как бы не согласен с такой точкой зрения и где-то каком сотрудничестве может быть и речь в любом случае даже смотрите власть путина все равно вынуждена сотрудничать с сша куда наденется такие вот дела так ну чё тогда о к новостям там игрушечную гранату нам кат обнаружили в результате перекрыли движение то есть гранаты уже каждый день у нас игрушечные настоящие в общем все смешалось вдоль в доме облонских и я думаю что все все смешалось и крушечные с настоящими гранатами вот и пресс-служба следственного комитета российской федерации по саратской области сообщает что двое мужчин в возрасте от 18 18 20 лет обвиняется в возбуждении ненависти вражды а также в унижении достоинства человека или группы лиц по признакам национальности публикации экстремистских материалов плачьи имуществу кража для одного из них еще обвиняют в энгельсе у нас что он ударил гражданину узбекистана в четырнадцатом году там ножом в спину а второе вроде никого не ударял но это молодые люди 18 20 лет вообще какая-то такая фигня ну я сразу же вспоминаю недавнее дело но мы не будем называть фамилии как обратились люди попросили защитить человека которого хотят там по каким-то тоже статьям возбуждение ненависти посадить мы попробовали вмешаться ничего не получилось потому что человек мало того что дал признательные показания но он еще я явку с повинной написал то есть что там сделал что он написал явку с повинной его допросили в качестве обвиняемого в присутствии адвоката которому мы эти менты дали и в общем там ловить нечего что можно только развести руками поэтому по вот людям которые ну так сказать попадают в такой рукомойник я скажу вот все что вы не говорите им придется доказывать вот все что вы говорите мне надо доказывать все что вы не говорите надо доказывать поэтому не говорите им ничего пусть они доказывают все они умрут с такой мечтой поэтому не бойтесь ни в коем случае не верь не бойся не проси вот главный принцип не верьте в они там Будут рассказывать, какие они друзья, чтобы вас посадить в тюрьму. Конечно, такие друзья, ну что, не надо. 154 горняка оказались заблокированы на руднике. Нет, это вчера было в поселке Еруда, в Красноярском крае, в руднике. 54 горняка спасли, пишут из ловушки. Вот у нас фотографии, это есть? Да, вот есть. Вот этот рудник в Еруде. Ну, то есть, я так понимаю, что обвалилась дорога. Ну, тут уж понаписали, что с глубины там что-то 500 метров. Это открытый, разрез открытый. То есть, там не кого-то из шахт доставали, но нужно было продемонстрировать, что там вообще невероятный подвиг совершили. Вот по всем СМИ рассказывали, какой совершили подвиг, что всех горняков вынули, и все они живы. И, как бы, это вроде, вот прошлый раз, ну, не смогли вынуть там из шахты, они погибли. Да, в этот раз вот вынули. Ну, здесь, я не знаю, если бы эти горняки встали в центр этого разреза, туда, в середочку, то их ни в коем случае ничем бы не смогло засыпать, даже если бы очень хотело. Вот такие дела. Так что, ну, я там не был, я понимаю, что там было, конечно, плохо, страшно и так далее, но не настолько, насколько служба МЧС, которая рассказывает о том, какие невероятные подвиги МЧС совершили, чтобы спасти этих людей. Какие подвиги? Дорогу расчистили? Они же не вертолетом их оттуда доставали. Как думаешь, дадут кому-то медаль? Без 100%. Орден дадут. Ну, кому? Пучкову очередной орден. Да они уж больше, чем у Брежнева у них, у каждого орденов. СКР возбудил дело после взрыва на судоремонтном заводе в Тобольске. Да, классическая ситуация. Вот опять МЧСники должны похвастаться. А тут что-то у нас свет появился. Все хорошо? Нет, вот он отсвечивает. А, отсвечивает? Да. Вот отсвечивает. Смотри, вот, вот, все хорошо. Вот теперь хорошо. Вот, и, ну, классический вариант. То есть, одни вначале режут и варят. Вернее, не так. Вначале одни красят, а потом к ним подключаются другие, которые режут и варят. Потом это все взрывается, ну, и погибшие, и получившие ранения. Так, ну, классический, я говорю, вариант. И вот в данном случае где МЧС? Все МЧС в угольном разрезе там, вынимает горняков. А что вообще речь происходит? Мы видим сейчас такие нарушения техники безопасности просто, ну, я не знаю, вопиющие. То есть, так просто нельзя. Так даже ребенок не будет делать. А делают, и никто не вмешивается. Потом только по факту. Вот они там взорвались. Вот они там сгорели. Двухлетний ребенок заживо сгорел в пятерке. Да, страшная такая ситуация. Машина «Жигули» старая стояла в Хабаровском крае. Мама посадила двойняшку туда. Когда вышла машина, она причем не работающая машина. То есть, это такой памятник. Машина горела. Одного ребенка не удалось спасти. Один уже на улице был, а второй погиб. Так что следите за детишками. Мы говорим, что сейчас что-то какая-то напасть. Такая ситуация вообще в стране, что прежде всего, и мы говорили это еще перед Новым годом, прежде всего ударяет по самым незащищенным. Детям, инвалидам, беременным женщинам. Они страдают больше всех. Пенсионеры. Пенсионеры, конечно, да. И еще раз, вот у нас вопрос про волну перемен. Но, во-первых, мы добавили ссылку, про которую я говорил в начале эфира, в описании под видео вы сейчас можете найти ссылку на список городов, в которых будут работать избирательные участки. Я имею в виду непосредственные избирательные участки, в которые можно физически прийти. И еще раз напоминаем, что если у вашего города в этом списке нету, это не значит, что вы не можете проголосовать. Вы можете проголосовать из любого города на сайте волна перемен. Ссылка на этот сайт у нас тоже есть. Вот. Из любого города. И вот человек нам пишет, на волне перемен, как понять, что я проголосовал. Ты что, за Вячеслава? И ничего не происходит. Но если вы нас внимательно слушаете, мы еще раз повторяем, что тыкать за Вячеслава нужно будет 29-го. Ну, 5-го, 11-го, 17-го. Но, как бы, для начала 29-го мая, воскресенье. Вот. А пока голосовать не надо. Пока нужно зарегистрироваться, запомнить свои данные, которые вы туда ввели. Я имею в виду логин и пароль. И 29-го числа их ввести еще раз, поскольку вы уже будете зарегистрированы. И, собственно, отдать свой голос Вячеславу Мальцу. — Вот опять про США тут спор возникает. Никак люди не успокоятся, хочу так сказать. Ну, точку мы не сможем поставить в этом споре. Это вечный спор. — Я сейчас поставлю, заманиваюсь. Надо не обращать особого внимания. Ну, есть США. На какое-то там доминирование рассчитывают Соединенные Штаты. Ну, и правильно, рассчитывают. С такой экономикой, в общем-то, с такой политической системой можно на это рассчитывать. Но я задаю вопрос всем. Является ли потенциальным противником Соединенные Штаты для России? Что такое потенциальный противник? Это тот, который может, хочет и должен тебя скушать. Ну, может, должен и хочет тебя уничтожить. США могут уничтожить Россию? Могут, конечно, уничтожить при определенных обстоятельствах. Да, это пальцы загибаем. Хочет ли США уничтожить Россию? Ну, мы где-нибудь слышали высказывание, что США хочет уничтожить Россию? Хоть в одном месте никто. Должны ли США уничтожать Россию? У США, Аляска, огромная территория, совершенно не задействована и никак. Им бы вот с своей территорией справиться. Им бы на своей земле что-то решить. Зачем им? Что они могут получить от России? Землю? А им нужна Сибирь и Дальний Восток? Или они планируют центральную Россию получить? Ну, нет же, конечно. То есть, значит, какие-то у России другие потенциальные противники. Кто может еще уничтожить Россию? Китай может? Может. Хочет? Да. Газеты через день там пишут, что они хотят, рисуют карты, временно оккупированные территории. Должны? Ну, конечно, должны. Если сейчас можно второго на границе России, третьего ребенка, конечно, должны. Рано или поздно просто селиться сейчас физически будет некуда. Поэтому здесь нужно включать голову. Нельзя воевать со всем миром. Поймите, это... Ну, так устроен он, этот мир. И это доказали уже в Первую мировую войну. Германия доказала. Гитлер потом во Вторую мировую доказал, что нельзя воевать со всем миром. Не получается. Ну, вот здесь вот основной... Вот в последнее время особенно тиражируется в российских СМИ основная теория о том, что Америка угрожает России ядерным оружием. Вот в частности, помните, мы по этим... Когда Вова Путин выступает по телеку, говорит, за Крым бомбанул, и там все падают. Когда мы два года назад говорили, что Вова создает ядерную угрозу, в той же Америке, помнишь, констатировали, что в 27 или 29 мая какой-то политолог, один-единственный, сказал, ну да, что-то там с вопросом ядерного оружия не все в порядке в России происходит. Это два года назад, когда мы уже орали, что смотрите, Вову ловите с его красной кнопкой. Понимаешь? То есть там никто и внимания не обращал. Сейчас, конечно, они встрепенулись, когда Вова явную угрозу представляет. Да, я перебил тебя что-то. Да, но я, собственно, это к чему говорю? К тому, что, вот помните, не так давно представитель НАТО какой-то заявил, что, в общем-то, прогнозирует возможность, скажем так, ядерной войны с Россией. И все российские СМИ это растиражировали, что Америка угрожает России ядерным оружием. Хотя, в общем-то, этот человек буквально процитировал нас, Вячеслава Мальцева, который, в общем-то, о чем мы говорим, да, что, если и есть вероятность ядерной войны, то она как раз будет, угроза ядерной войны, то она будет исходить как раз от Путина. Конечно. Саратове водитель на иномарке сбил 13-летнего велосипедиста. Да, вот волна наездов на велосипедистов началась. Ну, можно считать, что это лето, много велосипедистов и, в общем-то, это обычная картина, но мы видим, то гоняются за велосипедистом, этот наезд тоже какой-то совершенно непонятный и так далее. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот, как во вчерашнем анекдоте, да, а велосипедистов-то за что? Так что велосипедист, смотрите, аккуратнее. Пенсионеры с Тверской области заминировали больницу, чтобы не ложиться в стационар. Ну, как мы прогнозировали, бомба, вернее, заявление о бомбе стало нормой. Обратите внимание. То есть, пенсионер привезли, но, наверное, он не очень хочет. Вот Медведев все и рассказывал, какие хорошие у нас больницы, какое здравоохранение. Наверное, пенсионер этот не согласен с этим, иначе бы он не позвонил и не сказал, что там бомба, чтобы только не ложиться в эту хорошую больницу. Представляешь, как надо бояться путинского здравоохранения, чтобы что угодно готов больницу взорвать, только чтобы туда не положили, потому что, ну, все, привет, значит. В Тобольске после суицида подростков завели дело о халатности. Мы рассказывали эту историю, что юноша с девушкой покончили, как говорят, жизнь самоубийством. Ну, вот сейчас обвиняют, вернее, не обвиняют, неустановленных лиц собираются обвинять, которым позвонили, значит, в дежурную часть, сказали, что на балконе 17-го этажа сидят молодые люди, размахи там, свесив ноги, сидят с 17-го этажа, ну, и потом, значит, вот обнаружили их тела у дома. Ну, и, конечно, виноваты будут вот стрелочники, которые там не отреагировали на это. Ну, мы знаем, сколько у нас самоубийств совершается. И я думаю, что не во всех случаях, может быть, в данном конкретном случае, да, там, виноваты стрелочники, хотя я тоже сомневаюсь, но вот во всем остальном, как бы, виновата система. Неизвестно, избили прибывшую по вызову бригаду скорой помощи в Москве. Ну, и будет очень много таких случаев, что дальше будет вообще, наверное, вот как у нас некоторое время скорая помощь при поддержке милиции ездила, да, когда вот я работал в заводском отделе, то в дежурной части находишься, звонят со скорой, говорят, нас вызвали по адресу Прудная 7. Это, там, есть такой дом, который назывался Пьяный дом. Если туда вызывают скорую помощь, да, на Прудную 7, то нужно было обеспечить безопасность, то есть, подъехать и посмотреть, что же там происходит. Вот, ну, вот так, чё ж. Дожили. Мужчина перебросил через стену колонии спирт и телефоны. Да, а ещё вот на квадрокоптере мужчина, ну, это всё в Саратове происходит, да, вот, ещё мужчина на квадрокоптере пытался доставить наркотики в Саратовскую колонию. Я про это всё прочитал и, знаешь, о чём подумал? Вот были побеги на вертолётах, теперь будут, как только придумают спасательные дроны, то есть, ну, в ближайшее время придумают какие-то спасательные дроны, которые могут из воды извлекать, там, я не знаю, из болота, откуда хочешь людей, то сразу на них начнут вначале бегать из тюрьмы. То есть, это первое, что сделают на этих дронах, это будут побегушки устраивать. Ну, весело, посмотрим. В Омском аэропорту похитили контейнер с ювелиркой и валютой. Да, ювелирных украшений, там, что-то говорят, на 16 миллионов и 200 тысяч евро наличными было в контейнере. Какие-то граждане забрали контейнер и увезли на машине. Как-то странно, там в Омске можно прийти, взять контейнер и уехать на машине. Ну, они, видно, знали, что они берут. Они же не просто так взяли первый попавшийся контейнер с какими-то носками из Китая, да. Поэтому, в общем, я не думаю, что если захотят их найти, это будет сложно, поскольку это люди, которые имели информацию. Пишут, на переделанной бензопиле. Да, такая история была в советский период, что с какой-то, значит, там, зоной человек улетел на переделанной бензопиле. А абсолютно достоверная история с бензопилой, я не знаю. Вот абсолютно достоверная, когда мужик изготовил из нескольких или одного большого куска фанеры нечто похожее, значит, на крылья икара, там, или на дельтаплан, проделал дырки для хомутов, чтобы руками держаться. И во время строительства государственного университета вечером уже улетел, и, так говорят, этого мужика и не нашли. Ну, там разные вариации. Да, разные. Некоторые говорят, наоборот, что он приземлился и успешно приземлился. Нет, что я имею в виду, его не нашли и потом не вернули в колонию. А, в этом смысле? Да. Что он убежал, все. Есть даже целые научные передачи, их можно найти, там, полуторачасовые, где физики выстраивают там массу тела человека, сопротивление воздуха, какие там должны были быть у него крылья, аэродинамика, какая была высота, уровень разряженности воздуха, там все эти, в общем-то, исследования проводили, и вот, в общем-то, пришли к заключению, что, в принципе, это теоретически возможно. Минобороны Российской Федерации вызвал атташе США из-за самолета-разведчика. Да, и вот сказали, что непрофессионализм этого разведчика, ну, как мы предполагали, вчера это был РС-135, но четырехдвигательный, конечно, но вот в чем заключался непрофессионализм, я не понимаю. Ну, летит самолет-разведчик на той высоте, на которой он должен лететь. Ниже его летят гражданские самолеты. Диспетчер видит, ну, где-то рядом коридоры проходят, ну, по высоте разница в 300 метров. Ну, собственно, это нормальный воздушный коридор, 300 метров. В Европе так и летает. Ну, я думаю, что и там над Тихим океаном. Ну, и видишь, вот, оказалось, что он непрофессионал. Я думаю, что у него главный профессионализм – это разведку вести, а не понравится Министерству обороны России или там МИДу России. Ну, это так и будет. Будут наши этим заниматься, американцы будут заниматься. Я говорю, кончится это плачевно, совершенно точно. То есть, рано или поздно произойдет авария, какие бы они ни были профессионалы. Потому что, особенно, мы видим, сейчас выпендриваться очень здорово начинают, то есть, друг перед другом. Ну, а раз так, значит, это кончится плачевно. Стратфор опубликовал снимки сгоревших в Сирии четырех вертолетов Ми-24. Да, это то, что называют там частным ЦРУ. Вот четыре вертолета, которые сгорели на взлетно-посадочной полосе в Сирии, да. Ну, или на стоянке тут, в общем-то, непонятно. В общем-то, она сделана, ну, достаточно широкая. То есть, можно использовать как взлетно-посадочную полосу. И вот такая фотография еще, какие-то разбитые ящики, вертолет стоит. Ну, это я вообще не пойму, к чему. Вот, поэтому, вроде как подтверждается та информация, которая была, что взорвались какие-то ящики с боеприпасами, сгорели вертолеты. В общем, это логично. В Госдуму внесен проект о льготах ветеранам военных действий в Сирии. Да, это следовало ожидать. Вы помнишь, говорили про... Когда двое дерутся, то сколько там... Сколько-то четверо, трое героев, да, потом появляются и семь заслуженных ветеранов, или десять заслуженных ветеранов. Вот так и здесь. Представляешь, сколько будет этих заслуженных ветеранов? Мы обалдеем, узнав, какой контингент был. Ну, там прилетел, на дудке поиграл, там на виланчеле почерикал. Все, он в Пальмире был, вот тебе медаль. И получат ветеранские все вот это. Ралдугин будет заслуженным ветераном Сирии. Боевых действий. Боевых действий. Да, удивительно совершенно. Ну, что, меня, если вы спрошите, вот, после 5-го, 11-го, они какие-то... Это будет плюс, но это, наверное, будет минус. То есть, никаких льгот, конечно, по таким основаниям никто иметь не будет. Безусловно. Даже пусть не мечтают. А список героев России будем пересматривать вообще? А зачем мы пересматривать? Ну, вот, герои путинской России, ну, ради бога. То есть, там есть отдельные люди, которые действительно совершили подвиги, но как нам их вычленять? То есть, нам придется забыть всю эту тему, как это ни парадоксально. Мы можем, конечно, обидеть каких-то людей, но куда нам деваться? У нас есть другой выход? Или тогда у кого-то мы будем что-то отнимать? Мы не давали этого. Поэтому мы не должны ничего отнимать. Новую награду сделать. Герой новой России. Нет, понятно, что награду-то мы какую-то сделаем, но я не думаю, что у нас другой подход. Мы говорим, что если человек реально совершил подвиг, это как-то в материальном плане должно отражаться и на нем, и на его семье, а не на семье Ротенбергов. Когда человек совершает подвиг, должно лучше становиться не семье Алишера Усманова, а конкретно семье этого человека. Вот так должен подвиг работать, понимаешь, на благо народа. В Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими. Ну, в общем, продолжается та же самая тема, совершенно непонятная. То есть, неизвестные выстрелили из автомобиля, потом как те демоны самоликвидировались. Причем, если до этого неизвестных всегда убивали, то здесь в них не попали почему-то. Ну, как-то так вот произошло. Теперь их ловят. Ну, я не знаю, зачем все это. Я знаю, что это все не так. Понимаешь, потому что не выдерживает никакой критики у такого плана заявления. Ну, да, там какие-то, если было боестолкновение, ну, какие-то материальные следы должны оставаться. А их почему-то не остается никогда. Или остаются, но какие-то весьма спорные. В Чечне задержали пятерых подозреваемых во взрыв на КПП. Ну, видишь, вот 9 мая произошел взрыв. Сейчас задержали уже пятерых. Я думаю, еще 10 потом задержат. То есть, под эту муху можно задерживать сколько угодно людей. Ну, произошел теракт вот такой. И что, кто там проверит? Вот задержали какого-то. Вот задержали бы того человека, который пожаловался, что у него там ужасные условия. И Путину отправил это видеообращение. Вот об задержали, обвинив в том, что он там был одним из организаторов. И как бы мы могли понять. Не, ну, мы поняли, конечно, с точки зрения обычной человеческой логики, да. Но вот простые люди как могут понять, что причастен он к этому, не причастен. Так что, кто эти пять человек там? Каких-то задержали. Как обычно обыски устраивают. Можно взять любое уголовное дело и под это уголовное дело устроить обыск у кого угодно. Сказать, ну, вот в соответствии с этим уголовным делом, вот мы считаем, что там могут следы находиться. Там предметы по уголовному делу какие-то там. Что угодно. Так и здесь можно подать муху, кого хочешь загнать. Пентагон сообщил о ликвидации лидера Талибана в Афганистане. Да, еще вчера и вот этот вопрос обсуждается. Ну, с лидерами Талибан как так дело обстоит, что мы точно об этом узнаем, уничтожили они или нет. Но через полгода, это как минимум. Ну, потому что, то есть, если там начнутся какие-то изменения, какого-то другого лидера будут выбирать, тогда мы это увидим. А так мы никогда не узнаем. Ну, сказали, что при помощи авиации уничтожили. Когда уничтожают при помощи авиации, ну, это недостоверно. Если непосредственно там какой-то бой, какие-то там спецназовцы, я не знаю кто там, какие-то киллеры, тогда да. А когда это кто-то беспилотник разбомбил, кого он там разбомбил. Может он школу разбомбил, а тут нам сказали, что Муума Сура убили они. В Туции принят закон о лишении депутатов неприкосновенности. Ну, что, это один из продолжающихся шагов на пути узурпации власти Эрдогана. То есть, это следующий шаг. Да, вот сейчас лишат депутатов неприкосновенности, как Белк начнут сажать, то, что делал, собственно, Гитлер. У Гитлера же не было всего Рейхстага в кармане. Поэтому ему нужно было как-то обезжирить, да. Он раз там посадил каких-то социал-демократов, коммунистов и так далее. И все нормально. Так и здесь, в общем. Он идет по тому пути, по которому должен идти. Мы, в общем-то, это предполагали. И лидер правящей партии там сменился. Да, вот Аглу ушел. Как мы и говорили, вот этого курда Елдырыма поставили на партию, а, соответственно, и премьеру. В общем, Эрдоган действует по схеме. Причем такой постандартный. Вполне предсказуемый. И давит очень серьезно, очень сильно давит. И продавливает ситуацию. И самое главное, никого не стесняется. Он вообще никого не стесняется. То есть он понимает, что все понимают, что он делает. И этого даже и не скрывает. И если Путин не понимает, что все понимают, что он делает, и пытается как-то что-то там скрывать, как-то завуалировать, это вообще ему пофиг, Домороз. То есть он еще наглее. А к чему это приведет, как ты считаешь? Ну, к чему это уже привело к тому, что идет фактически гражданская война в Турции. Сейчас вот новый премьер, я не думаю, что курдский вопрос решит. Ну, не решит он курдский вопрос. Мы говорили еще год три назад, тогда кто-то задал вопрос, как можно курдский вопрос решить в Турции. Самый простой, просто как бы договориться и дать им там все, что они хотят. Это самый простой вопрос. Можно пойти сложным путем. Ну, для этого нужно договориться с сидячим в тюрьме Аджаланом, с целой кучей народу, который не сидит в тюрьме, а бегает сейчас по горам. Чтобы они не бегали по горам, а Аджалан, чтобы не сидел в тюрьме и выйдя из тюрьмы, чтобы не стал мстить. Ну, хотя это очень сложно. Человек, который просидел с какого-то, с 99-го года, да, или с какого он там сидит достаточно долго, чтобы не мстить. Вот как-то, как-то даже больше, чем Ходорковский. Меньше, конечно, чем этот, южноафриканский, это как его, господи, Мандела, да, 20, сколько вы погуглите, 25, 27, сколько он отсидел. Ну, какие его годы, в общем-то. Может, он, конечно, познал дзен в тюрьме. Ну. Мальцев продвижение Цехабада, но это что-то новенькое. Вот, да, конечно. Русского националиста поддерживает, конечно. А что еще делать? Хабатников как не русских националистов поддерживать, а не как мацин-наци хрустнут и давай поддерживать русских националистов. США полностью сняли введенный в 1984 году запрет на продажу оружия и военного оборудования во Вьетнаму. Об этом заявил президент Барак Обама в ходе своего трехдневного визита в эту страну. Привлекающая все больший интерес благодаря ее успехам в экономике. Ну, США, конечно, Вьетнам не своими успехами в экономике привлекает. Вьетнам антагонист Китая. Причем сейчас вроде нормальные отношения, там, любовь-морковь, да, якобы. Но на самом деле все-таки там очень сильные расхождения, там противоречия такие прям системные. И, конечно, Соединенным Штатам очень выгодно дать оружие Вьетнаму, чтобы он был сильный, как пограничная держава с Китаем. И, кроме всего прочего, оружие Вьетнаму исторически продает, там дарит и так далее Российская Федерация. Ну, а вот почему бы Соединенным Штатам не заменить Россию? И даже если Вьетнам ничем за это оружие не заплатит, то все равно на это количество оружия Россия и Путин продаст меньше. Поэтому, в общем, логика в его действиях вполне нормальная. В общем-то, с точки зрения политической логики, логики нынешнего момента, он абсолютно прав. Пытаясь наладить, не наладить, отношения-то неплохие уже с Вьетнамом, это же не послевоенные, так сказать, отношения, но расширить их. Как они должны действовать в рамках этой логики дальше? Ну, как, во-первых, должны сейчас писать кучу договоров об экономическом сотрудничестве с Вьетнамом. Чтобы переориентировать Вьетнам с Россией на США. Представляешь, для США это капля в море, вот такой вот незаметный вариант. А для России это очень большой объем. Кроме всего прочего, для Вьетнама это суперогромный объем. То есть, таким образом, причем Соединенные Штаты сейчас же идеологию Вьетнама абсолютно не интересует. Ну, мы же далеки от мысли, что Вьетнам коммунистическая держава. Ну, да, он заявляет, что там коммунистическая держава. Ну, пройдет 5-7 лет, он может даже и заявлять про это не будет. Ну, так как сейчас реально этого нет. Ну, люди просто собираются, говорят, что они коммунисты, проводят какие-то партсобрания. Ну, пусть проводят. Там частная собственность, там рынок, там много таких вопросов, которых сейчас с точки зрения свободы, которых в России-то нет. Поэтому я думаю, что США крепко сейчас прицепится к Вьетнаму, очень крепко. Ну, хотя мы видим, что поменяется президент, и логика может поменяться, да. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, тот, кто придет, будет продолжать. А с другими странами? Тайвань, Япония, Индия, с Тибетом? Ну, нет, ну, прием. Тибет, Тибет, Китайский, США не хотят туда лезть. Они, видишь, тоже отстраняются. А Тайвань, прекрасные отношения. США с Японией, прекрасные отношения. То есть, развивать отношения с Вьетнамом, конечно, надо. Потому что здесь не такие отношения, здесь гораздо лучше отношения с путинской структурой, так скажем. В том числе и по добыче полезных ископаемых, в которые Вьетнам начинает принимать очень серьезное участие. Во Франции топливный кризис из-за акции протеста? Ну, там всегда так. В общем-то, люди начали протестовать активно. И транспортный всегда кризис во Франции в связи с протестами. И топливный. Но мы видим, пока транспортного нет. Но если протесты будут продолжаться, то, конечно, будет. И на железной дороге, и в автотранспорте, в общем-то. Ну, тут пишут российские СМИ, что это как-то повлияет на цены. Там никак как не повлияет вообще на горючее. Чтобы это прям как-то вот серьезно сдвинуть. Чтобы нефть стало 160. В Парижском офисе Гугла прошли обыски. Ну, разные рассуждения. Мы прочитали, что некоторые считают, что за этим политика стоит. Ну, я думаю, что нет никакой политики. Французы хотят свою часть этих интернет-денег. Как канадцы просили свою часть интернет-денег. Так и французы хотят налоги с Гугл. А Гугл, наверное, не хочет. Ну, логично и разумно. Зачем? Они хотят интернет-денег. Ну, посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что получат они свою долю интернет-денег. Президент Болгарии отказался от второго срока. Борода скрывает жирную рожу. Да когда у человека жирная рожа, никакой борода не скроет. Что вы прикалываетесь, что ли? Если там третий, четвертый подбородок. Я когда толстый был, у меня окая халь, что борода, что не борода. Как похудел, все нормально. Так что... Да, видишь, какой... В Болгарии как-то нормально все. Одного президента катапультировали. Второй президент. Сам не хочешь на второй срок. То есть... Видишь, нет такой любви у болгар к власти. И, наверное, деньгам, квиланчелям, как здесь в России. Но это хорошо. Обновление – это всегда хорошо. Бывший лидер «Зеленых» победил на выборах президента Австрии. Да, особенно странно это в условиях, когда соперником был националист, который до последнего дня перед выборами брал верх. Небольшой, но верх. И представляешь, вот зеленый, который, Вандер Беллен, получил 50%, и националист получил 50%, как-то вот так. 50%, но все равно поменьше. 50%, но поменьше получил националист. Интересно то, что пишут, что на президентских выборах в Австрии, в городе Вайхофен, андер и была, вот это название, андер и была, зарегистрирована явка 146,9%. Ну, 147% была явка в этом городе. О чем это, в общем-то, может говорить, Сереж? Что голосовали там за Путина? Да, наверное, за Путина. Ну, потому что, нет, ну, это говорит о том, что люди очень сильно возбудились, которые организовывают выборы, и очень хотели, что пусть победит зеленый, только не националист. И поэтому вдруг образовалась явка такая, 146%. Ну, то есть, вероятность того, что таскали так же автобусами, есть. То есть, тоже люди пытались там как-то, ну, участвовать в том, чтобы не возволить злому фашисту там победить в Австрии. Причем, интересно, писали вот РИА Новости и другие, впервые в истории в Австрии президентом может стать националист. Я очень сильно удивился, РИА Новости, они как-то историю, что ли, не знаете, впервые в истории. Во-первых, в 30-е годы Дольфус был президентом, он был националистом. Потом нацисты его шлепнули, ну, да, ранили его там в горло, он истек кровью, все. И потом вообще произошел аншлюз, и правили там нацисты до 45-го года. Поэтому как-то вот сказать, что впервые в истории, причем это вот они написали президентом, а многие СМИ написали, что там руководителем Австрии впервые может стать националист. Ну, как-то, как странно. Я говорю, если тех они считают там пусть фашистами, нацистами, ну, Дольфус был националистом, он это и не скрывал, там, отечественный фронт у него был. И, кстати, вот эта часть истории очень хорошо изучена, но почему-то она вот... Забыта. Да, забыта. Ее пытаются как-то... На самом деле же, когда Дольфус всех разогнал, и в том числе и парламент разогнал, то немцы во главе с Гитлером, да, они имели серьезные притязания на Австрию. Ну, Гитлер-то был из Австрии родом, и, в общем-то, он даже как бы произвел и дипломатические, и военные действия. И как... Помните, что остановило Гитлера? Или кто остановил? Муссолини. Муссолини подтянул... У нее был договор с Австрией, он подтянул дивизии своих кучу к границе, и он тогда, в то время, не любил Гитлера, считал, что он там выскочка и придурок, и, в общем-то, размахивал шашкой. И, в результате, переворот, тот, который мог, нацистский, который потом был совершен позже, он в этот раз не состоялся. И вот это вот тем очень интересно. Посол КНДР назвал самопиаром идею Трампа встретиться с Ким Чен Ын. Ну, видишь, посол КНДР унизил Трампа, причем сам он таким вот изощренным образом. Нормально, а что? То есть, он его обвинил и в неискренности, и так далее. Я понимаю, Трамп говорил, что он не договорился встретиться с Ким Чен Ын, а может встретиться, хотел бы, ну, как угодно. А вот посол уже его прям ноги об него вытер. Интересно. В Риме арестовали русского шпиона. Тоже интересная тема очень. Какой-то русский шпион хотел у какого-то португальца купить какие-то сведения. И всех, короче, замели. Я так понимаю, что португальц, наверное, и сдал этого русского шпиона. А шпионить русские разучились. Почему? Ну, потому что занимались все это время отмывкой денег и решением каких-то личных вопросов Путина. То есть, все спецслужбы были ориентированы именно на это. А шпионить-то разучились. Поэтому работают топорно. И это не последний, кого взяли в плен совершенно на мякине. Ну, просто на мякине сейчас вот там скажут. А у нас тут есть сведения. А, нет, потому что они... Опять же, это бизнес, представляешь. То есть, если раньше люди дрались за идею, то сейчас это бизнес. Он думает, так, я сейчас вот куплю у него сведения за копеечку, а скажу, что купил за рубль. И там все будет у меня хорошо. Ну, и вот в результате приехал. Путин обсудил с Оландом, Меркель и Порошенко ситуацию в Донбассе. Да, причем тут наши написали ночной разговор произошел там и так далее. Я не знаю, какой ночной. То есть, если там в Москве, может быть, и была ночь во время разговора, там 0 часов, да, то, соответственно, во Франции 21 час был. Какой же ночной разговор. Ну, так вот получилось. Я понимаю так, что Порошенко потребовал, чтобы Путин немедленно вывел войска, а Путин потребовал, чтобы Порошенко немедленно прекратил обстрелы Донбасса. Вот такие вот. Я не думаю, что они к чему-то кардинальному такому придут. Я знаю, что вот Украина сообщает, что в Донбассе за сутки погибли 7 военнослужащих украинских. Я думаю, что и с другой стороны тоже потери. И эти, может быть, не в таком количестве, не по 7 человек за раз, но все равно эти потери регулярны. И, конечно, вот то, что называются минские договоренности, и вообще вот этот формат, он уже не выдерживает никакой критики, потому что, ну, события вялотекущие, но продолжаются. То есть, можно было бы, конечно, это все дело так заблокировать, чтобы не было человеческих жертв. Ну, да, там какой-то был бы антагонизм, там какие-то границы, там и так далее, но не было человеческих жертв. А, видишь, тут разговаривают по телефону о чем-то договариваются, а там убиваются люди. Значит, плохо договариваются. Значит, они, конечно, могут сказать, а вот если бы мы не договорились, там вообще, там всех бы убили, ну, не надо, в общем-то, вот в таком ключе рассматривать. То, что они в данном вопросе недорабатывают, я уверен, если раньше это было невыгодно, там, со всех сторон Путину, то сейчас я не знаю, сейчас я не вижу, что... Хотя, кто и знает, может быть, они тоже там мозги-то включают, все-таки думают, они тоже про 5, 11, 17-го помнят. Ну, в любом случае, где-то вот тема революции у них сидит, поэтому такой тлеющий очаг им тоже нужен. В случае, если здесь что-то начинается, они там просто разжигают все очень сильно, чтобы часть пассионариев отвлечь именно на этот конфликт, потому что они здесь им точно не нужны. В Донбассе за сутки погибли 7 военнослужащих. Нет, это я уже говорил. Присяжные по делу о расстреле Майдана взяли самоотвод. Ну да, вот с этим делом Майдану тоже как-то не все понятно, и когда присяжные пачками берут самоотвод, 5 присяжных заседателей ушли, то возникают вопросы. Ну, надо еще подождать, посмотрим, что там будет дальше. Ну, в общем-то, интересно, конечно. Сам судебный процесс интересен, и хотелось бы какие-то выводы почитать на этот счет. Пишут нам, Вячеслав, вы всерьез рассчитываете прийти к власти после ваших заявлений о том, что вы собираетесь выгнать Кавказские республики из состава РФ? Почему? Мне интересно, а это как выглядит? Вячеслав Мальцев сядет на коня, возьмет шашку и побежит выгонять Кавказские республики? Я говорил о том, что Кавказ должен быть свободен от России, а Россия должна быть свободна от Кавказа, наконец, и все. Я никого никуда не собираюсь выгонять, и думаю, что если вы зададите этот вопрос большинству граждан России и большинству граждан Кавказа, ну, без вот кривляний всяких, так вот, один на один, и большинство скажет, ну да. Ну, если это не Вата, который скажет, а нет, а мы же там кровь проливали за этот Кавказ, нам поэтому надо всех держать там за яйца двумя руками и еще крутить их вот так в разные стороны. Поэтому я не думаю, что народ России или народ Кавказа думают иначе. Но в любом случае речь идет о референдуме, а не о том, что... Конечно, конечно, придет Вячеслав Мальцев и всех разгонит, да. Горбачев прокомментировал предложение запретить ему въезд на Украину. Ну, а что, ну, конечно, вот он как мог прокомментировать? Он так и прокомментировал, что не будет туда ездить не по этим причинам. Ну, хорошо, что Горбачев хоть понимает, в отличие от Кабзона, что ему не придется ездить на Украину. А Кабзон все, мальчик, все, я говорю, не помнит он, не знает он, что Аннушка уже купила масло, да. И не только купил, но и разлила его. Сбербанк не выявил у себя нарушений по Панамскому досье. Сами себя проверили? Ну, да, то есть полазили, да, ну, это, знаешь, они там посмотрели какие-то материалы, если там кто-то задействован, так это всякие Ралдугины там и так далее. Ну, в данном случае по Сбербанку я не знаю, там было, не было, там что-то, ну, это вот Греф сказал. Но в любом случае, даже если Банка Россия, а они же тоже там проводили какое-то расследование, у которых Ралдугин там брал эти деньги, а потом переводил в Панаму. Вот, если бы они полазили, они бы тоже не выявили нарушений. Ну, правильно, знаешь, как я сразу вспоминаю тот анекдот, любимый в советский период анекдот многих хулиганов, да, когда мужик стоит, идет мент участковый, и мужик стоит на пятом этаже и мочится с пятого этажа вниз, и прямо на фуражку этому менту, на погону ему, тот отряхивается, забегает в подъезд, бежит на рысцах на пятый этаж, звонит в дверь, сейчас вот разорвет этот мужика, открывает. Мужик такой, ну, пьяный в трусах, в семейных, в майке, ну, такой, ну, не наглый, сразу видно, что он не будет бросаться. Здравствуйте, он говорит, почему вы, вы почему ссыть из балкона? Я сейчас составлю административный протокол, ну-ка, несите паспорт. Я принесу паспорт, вот, вот мои документы, вот они, я что, не могу. Ссай с балкона, мент открывает, и видит там 100-рублевая бумажка, ну, по тем временам очень большие деньги. Он берет 100-рублевую бумажку и говорит, уважаемый, с такими документами вы даже ссрать с балкона можете. Вот это к вопросу, а Ралдугине, понимаешь, что с такими документами, вы что хотите, можете делать, да, там, что в ВТБ, что в Сберии, что в этом, в России, в банке, в этом. Активистка Ирина Калмыкова, обвиняемая в Российской Федерации. Калмыкову нам. В неоднократном нарушении порядка проведения митинга, заявила в пятницу, что получила статус беженца в Литве. Ну, хорошо, что Литва дает, предоставляет статус беженцев, очень хорошо, большое спасибо литовцам. В общем, на сегодняшний день это очень важно, чтобы было какое-то место, где могли таких людей приютить. Не то, что их там надо кормить, поить, мы это как-нибудь сами вот... И надо, в общем-то, ставить этот вопрос, что таким беженцам реальным нужно какие-то средства собирать, помогать им там и так далее. Ну, вот, чтобы было такое место, откуда не отдадут. И вот Литва и такое место, откуда реально не отдадут. Если часть государств Европы под большим знаком вопроса, как он с Нидерландов отдали паренька, ну, или пытались отдать, вообще повесили в камере, то вот Литва, по крайней мере, мы видим, что настроена очень категорично. Вот интересный вопрос, а мы отдавать будем после 5-го, 11-го, 11-го, другим сторонам? Ну, смотря кого. Граждан России, конечно, нет, мы их сами судить будем. Те, которые стали незаконно гражданами России, как Янукович, безусловно, уедет вместе с Азаровым, там и со всей своей шоблой поедут, с украинцами разбираться в Киеве, я думаю, их будут судить и так далее. То есть здесь в каждом конкретном случае надо решать, о чем идет речь. А узбеков каких-то, ну, не будем отдавать. Даже как бы они нам там по каким-то определенным обстоятельствам не нравились, если они убежали от Каримова, и куда мы их отдадим? Туда, к Каримову, чтобы их там хлопнули, что ли? Ну, нет, не отдадим. Ну, я имею в виду тех реальных беженцев, которые прибегают, их тут раз, пакуют в чемодан и отправляют Каримова, а там он с ними, я не знаю, что делает. Правительство предложило лишить должников доступа к госуслугам. Да, видишь, как замечательно стало. То есть теперь должников не будут, значит, не смогут, да, не смогут они получать госуслуг. То есть не лечить, не учить, ничего с должниками не будет, представляешь? Ну, тогда мы, соответственно, логика какая? Если должник, тогда ты даже не сможешь заплатить за газ. Даже если ты лишен доступа к госуслугам, ты даже погасить долги не можешь. Парадокс, да? То есть ты должник, а погасить долги не можешь, потому что тебя лишили доступа к госуслугам. Моразм, бред. В правительстве очень сильно бредят люди. Нет, ну а помните, это же уже не первый раз. Помните, когда только в Вире и Платон, здесь даже в Саратове был достаточно крупный митинг, показывали вот эти водители-дальнобойщики, показывали, что уже штрафуют людей за неоплату Платона, однако оплатить Платон невозможно. То есть они стояли там на митинге и показывали, что вот я захожу в свой личный кабинет, вот я пытаюсь заплатить и не могу, то есть технически не могу это сделать. Однако, если я сейчас выйду на трассу, то меня штрафуют за то, что я не оплатил. То есть это уже, в общем-то, модели спробованы. Дмитрий Медведев признал, что в России нет денег на индексацию пенсий. Молодец, он был в Крыму, там утешил пенсионерку, она сказала, я прям прочитаю, прямая речь, ой, господи, пенсия невозможно прожить, цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают, обижают, нас не дают 4% даже, что же такое, 8000 это мизер, ноги об нас вытирают. На что он сказал, что денег нет и что, в общем-то, пожелал хорошего настроения, молодец такой. Он сказал, ну пакет бабанька, да, ну вам же какой пакет, будь здорова. Сразу вот в такой ситуации вспоминается атаман Бурнаш, помнишь, из невловимых, который сказал, глупая женщина, сегодня у тебя забрали одну корову, а завтра вернут 10, да, вот так и здесь. Медведев предложил создать сервис для жалоб на поддельные лекарства. Пишут, эй, узбеки, голосуй за Мальцева. Да нет, мы говорим про ту категорию узбеков, которые реально борются с режимом Каримова, то есть являются элитой, наверное, из узбекского общества. Да, это единицы, их не так много. Если кто-то думает, что это вот толпа гастарбайтеров, то нужно прояснить, что это, ну там, десяток человек, речь может о десяти, там, о пятнадцати человеках идти, но их путинцы отдают, тем не менее. А вы знаете, как отреагировали власти Севастополя вот про эту ситуацию с Медведевым и с пенсионерками? Они назвали пенсионерок, но вот этих старушек провокаторами. Ну, естественно, а кто же они такие? С точки зрения властей Севастополя, они, безусловно, провокаторы. Я думаю, что это такая пограничная стадия, к слову, экстремисты. То есть, возможно, через неделю выяснится, что они бойцы ИГИЛ или там... Нет, правый сектор. Правый сектор, конечно. Конечно, правый сектор, ты забыл. У них найдут визитки Яроша. Безусловно. Ярош им лично звонил в деревню, сказал, к вам приедет Медведев, обязательно ему... Он им на электронную почту бабушкам сбросил это всё. У бабушки электронную почту есть, там написано «бабушка», так, электронная почта, бабушка, правый сектор. Вот такая... А куда делся снайпер Яценюк? Ну, не знаю, пропал. Хороший вопрос, кстати. Надо погуглить, поискать. Вот Медведев предложил создать сервис для жалоб на поддельные лекарства. Видишь, вот никак не справляется. Не может Медведев победить поддельные лекарства. Нужен сервис. Без сервиса никак. Вот так вот элементарно вообще провести проверку и всё. Этот их... Как он там? Ну, санэпидемстанции бывшие, как она сейчас? Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Всё, провёл. Лаборатории у них полно. Изъяли образцы, провели. Всё, вопросов нет. С учётом того, что фирма, которой мы занимаемся, это раз-два я обчулся. Ну, да. Вот. И призвал Медведев ввести в моду здоровый образ жизни. Да. Ну, а зачем, конечно. То есть, что кроме моды на здоровый образ жизни? Ну, лекарств нет. Они поддельные. Жрать нечего. Жрачка поддельная вся. То есть, здорового питания нет. Экология, ну, мы сами видим, какая. Поэтому, чё, нужна мода на здоровый образ жизни. Будет модно. И ещё он сказал вообще великолепную фразу. Цитирую. Мы действительно вкладываем в медицину огромные деньги. Только за последние пять лет, с 2011 по 2015 годы, расходы на здравоохранение в нашей стране превысили 12 триллионов рублей. Это колоссальная цифра. Да, Медведев, мы знаем, что это колоссальная цифра. Куда уходят эти деньги? Мы знаем? Знаем. То есть, при здравоохранении, при... Что такое здравоохранение сейчас и фонд обязательного медицинского страхования, который туда входит тоже. Ну, у нас каждая структура в государстве находится под контролем какой-то мафии. Да, ну там где-то такая мафия. В основном это этнические какие-то. Да, но когда мы говорим про этническую мафию, мы почему-то всегда вспоминаем там Кавказцев, Азиатов и так далее. В данном случае тоже контролирует этническая мафия, да. Только, ну, может они поменьше стреляют. Всегда есть там, есть русская мафия, там на западе, да, украинская мафия. Здесь там есть чеченская мафия, какая-то дагестанская мафия и так далее. А в здравоохранении работает еврейская мафия, которую спокойно вот эти 12 триллионов отмыли. Я думаю, что туда пришло, ну, хорошо, если пятая часть. Ой, пятая часть, 5 процентов, извиняюсь за выражение. То есть эти деньги ушли безвозвратно. Мы же знаем, как отмываются деньги фонда обязательного медицинского страхования. Мы знаем, как, ну, что греха таить, если взять больницу, которая разрушена полностью, да, а у главного врача дворец стоит, потому что он с фондом обязательного медицинского страхования правильно работает. У него яхта какая-нибудь там на море или на реке стоит нормальная, моторная такая там под миллион долларов. Все нормально у них. Поэтому, ну, это, когда я говорю про миллион долларов, это, конечно, крупные какие-то лечебные заведения. Маленькие лечебные заведения, ну, здесь поменьше. Но все равно воровство. Везде в медицине воровство. И вот он нам нарисовал сумму 12 триллионов рублей, да, и что? Ну, настроили частных диагностических центров, куда отправляют с государственных больниц. И люди платят бешеные деньги, да, и вот туда уходят эти 12 триллионов, а люди за это платят свои собственные деньги. Это жахереть не встать, просто. И он этим гордится. Медведев, изменилось здравоохранение к лучшему? Да о чем ты вообще говоришь? Ты кого хоть одного-то вылечил? Почему Кобзон тогда не идет в твое здравоохранение, где 12 триллионов поедет в Италию лечиться? Тут трипер не могут вылечить, елки-палки. Я так образно говорю, да, они хотят, чтобы что-то там какие-то операции сверхновые делают, там, я не знаю, по пересадке, что там. Жесть какая-то. Так, он меня просто вывел из себя. То есть, такое ощущение, что вот этот вот сидит дурачок и делает вид, что он не понимает, о чем говорит. Вот мы вам денежки дали, а вы уж там как хайбы. Вы же народ их делит деньги. Народ делит деньги, медведи. Почему они держат эту еврейскую мафию? Ну, любая этническая мафия достаточно крепко. Посмотри, если взять другие, как бы, сферы деятельности, которые другая этническая мафия держит, там, очень сложно разобраться. Здесь нужно, во-первых, отдавать отчет, с чем и с кем ты имеешь дело. И не бояться ставить четкие вопросы. Понимаешь, когда ты с этнической мафией имеешь дело, потому что там сразу тебя обвинят в нетолерантности, в данном случае в антисемитизме и так далее. Потому что, ну, как бы, большие очень деньги и про тебя что угодно напишут и скажут, лишь бы только эти деньги продолжали расхищаться. Ну, так ведь? Сейчас просто большинство антисемитов... Нет, просто, извините, большинство антисемитов, они сразу начинают кричать про жидомасонов, про мировой сионизм и про всякую херню, которые к этому не имеют ни малейшего отношения. Есть четкая мафиозная группа, которая похищает конкретные деньги и за конкретно это должно нести наказание. И эта система должна быть разрушена. И все. А почему тогда, вот я говорю, когда говорят про какие-то этнические группировки мафиозные, да, как-то особо выделяют вот эту еврейскую, потому что она не стреляет. Ну, может, это и хорошо, что она не стреляет и никого не взрывает, да. Ну, то есть, там, каким-то... Лично. Да, есть какие-то головастые люди, которые раз там одни схему придумали и через вот эту мафиозную систему пробрасывают схему по всей России. Так ведь происходит. Ну, вот дружок мой покойный один был, товарищ, так скажем, у которого не было секретов от меня. Он такие схемы придумал, почему я про это и знаю. И рассказывал, как он придумывает схему, как они по всей России летают эти схемы. Так вот, я говорю, большинство антисемитов в чате сейчас просто, наверное, в экстазе. Наконец-то Мальцев говорит про евреев, потому что постоянно надо спрашивать про евреев. Наконец-то Мальцев говорит про евреев. Не, ну, сейчас это в тему. Ну, да, да. Это реально в тему. Я говорю в тему. Зачем мне какую-то пургу нести? Если это в тему, я говорю. Нет, бывает, я несу пургу, какие-то воспоминания у меня там. Ну, это какой-то личного плана, личного характера. А здесь чисто по теме. Нет, просто большинство вот этих людей, которые пишут, что Мальцев – это ставальник Хабада и так далее, у них основной аргумент, что Мальцев не говорит про евреев, потому что он еврей. Ну, вообще-то я русский, я уже говорил. У меня... Незастыковочка. Да, у меня даже ни одного, наверное... Ну, по крайней мере, я ни одного человека в своем роду не знаю, у которого были какие-то вот там... Как с точки зрения антисемитов подозрительные корни. Я уже говорил, что моя одна бабушка – Числова Анна Сергеевна, да, другая бабушка – Быкова Елизавета Алексеевна, очень важная фамилия Быкова, да, дедушка Рожков Сергей Кузьмич, другой дедушка Мальцев Иван Федорович. Поэтому тут вот как-то... И все у них тоже в ту сторону дальше, да, с такими же именами и фамилиями, ну, навряд ли, я думаю. Платон с начала года принес более 8 миллиардов рублей. Ну, в чемодане, я полагаю, да. Ну, вообще, много, 8 миллионов миллиардов не принесешь. Да, ну, о чем идет речь? То есть, нам пытаются втюхивать, что это очень выгодно, да, вот куда и кому. Ну, предположим, Платон принес 8 миллиардов рублей в бюджет. А куда они пойдут из бюджета? Ну, Ротенбергу пойдут на строительство, моста, еще чего-нибудь, на какую-нибудь фигню. То есть, как Сережа сегодня правильно сказал, это круговорот... Как? Круговорот денег Ротенберга. Ротенберга, да, то есть, забирают у нас, и все, и поехали, ну, вот так. Путин заявил, что российская экономика вышла из кризисной ямы в 2015 году. Как-то вот даже странно, как-то, как-то, я вот не знаю, это, ну, оказывается, из ямы вышли, да, вот из ямы такие вышли. Это называется «Возвращение живых мерцевецов». Помните, как он в этом фильме, когда говорит, я узнал его, это лохматый, да, помню, вот вышли из ямы. Ну, только в таком виде, если вышли из ямы, тогда, да, тогда точно вышли. Что у него в голове, он реально оторвался, он реально оторвался, он реально находится где-то там в высших сферах, разговаривает по ночам с Оландом, Меркель и Порошенко, и думает, что он такой молодец. Молодец, ну, вот я на сегодня работу выполнил, побазарил с ними по телефончику, ну, молодец, Вова. Ты думаешь, он реально так думает? Конечно, а как же, да каждый человек для себя не может быть плохим. Конечно, он так и думает, что он, ну, он там тянет такой воск, крест на себе несет Россию, матушку. И вынужден он там вот Ралдугину миллиарда отдавать, потому что, ну, как-то, потому что вот ему же тоже что-то надо получать. Не Ралдугину, а Ралдугин проставляется. А насчет выхода из ямы, думаешь, он от сердца говорит? Насчет выхода из ямы, думаешь, он от сердца говорит? Не, ну, тут в данном случае я не знаю, от сердца или не от сердца. Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для чиновников. Ну, пока для чиновников, причем для женщин на 8 лет, а для мужчин на 5. Все, все должны эти, как их, феминистки взорваться просто, кричать, Путин, мы тебя ненавидим. Ну, представь, женщинам 8 лет, а мужчинам только 5. Ну, с точки зрения феминисток это просто, как они еще Путин-то не разорвали, а вообще. Я требую, чтобы они феминистки разорвали Путина. Ну, и сейчас вроде чиновников никому не жалко, подняли пенсионный возраст чиновникам. Завтра еще какой-то категории граждан, потом еще какой-то, ну, а потом уже всем на свете. Ну, на это Путин рассчитывает, но до этого, я думаю, не дотянет. И вот Министерство экономического развития тоже заявил, что важной мерой является повышение возраста выхода на пенсию. Вот такой экономической стабилизацией. И Улюкаев сказал, что это пойдет на пользу россиянам, повышение пенсионного возраста. Улюкаев, а чтобы совсем уж полезно было, надо до 100 лет повысить пенсионный возраст. На пользу это пойдет. А то им сейчас пользы нет никакой от такого возраста. Вот интересный вопрос по поводу поднятия пенсионного возраста для чиновников. А может ли это быть таким парашютом страховым на случай того, ну, представьте, сидит там какая-то необходимая яровая. То есть она уже прошаренная яровая, она там ручная, с ней все хорошо. Уходит она на пенсию, но потому что нет другого варианта, она ушла на пенсию. А как, нет, нет на пенсию. Она сидит депутат, насколько хочешь, может сидеть. Так, а зачем тогда вообще пенсионный возраст подняли? Я просто к тому, что, может быть, это такая страховка от того, что не нужно будет обновлять кадры. То есть они сидят там, достарят эти кабзоны и пусть сидят. Это для мелочи, это вот для маленьких чиновников, которые реальную выполняют работу, которые получают минимальную зарплату, чтобы они уж уходили с работы вперед ногами, понимаешь, чтобы ничего им не платить. Это не имеется в виду категория А чиновники. Это какие-то вообще самые-самые. Валютные потечники уже сутки не покидают офис ВТБ в Москве. Ну, видишь, продолжают вот, как их заемщики, да, как мы говорили, их там в банках будут называть. Трамбуют они Вовен-Теневой банк и требуют они, ну, справедливости они требуют, по идее-то. Они-то при чем? Они-то не виноваты в том, что случилось. Вот они пришли в Вовен-Теневой банк и говорят, слушайте, ну, как-то ваш Вову начудил, у нас тут проблемы. Почему? Мы должны решать проблемы вашего Вовы. Логично. МГУ и СПБГУ дано право самостоятельно присуждать ученые степени. Ну да, чтобы, видишь, диссертации могли они, там можно было защищать и расширить таким количеством, таким образом количество. А то там очередь стоит из всяких этих депутатов. А сейчас новые, представляюсь, депутаты в Госдуму придут от Единой России, все эти, кто там в этих КВН-ах во всех участвовал там и так далее. И у них нет диссертаций. Вот вы, кстати, посмотрели, там в праймере с Единой Россией, там целая подборка придурков, которые вообще жуть какую говорят. И когда говорят, вот, а почему столько людей за Мальцева? А очень просто, вот я троллим отвечаю, откройте и посмотрите, о чем говорят эти придурки. Вообще, что они конченые придурки. Я каждый день перед вами выступаю, и дурь моя видна. Вот в чем я там, так сказать, допускаю ошибки, это сразу видно, потому что три года вот будет. Скоро, через две недели, три года, как я перед вами каждый вечер, представляешь? А там люди вышли единственный раз и уже все, обосрались полностью, ну вообще полный атас. Россия выплатила Кувейту долг бывшего СССР. Долг бывшего СССР это очень хорошо, потому что, ну, ситуация странная. Я, во-первых, сомневаюсь, что был долг у Советского Союза перед Кувейтом. Ну, то есть, у всех был долг перед Советским Союзом, а Советский Союз, оказывается, был должен Кувейту. Поэтому я могу полагать, что долг был сфабрикован для того, чтобы еще одну велончель купить. Ну, представляешь, велись переговоры с Кувейтом, потом раз, и говорят, опа, мы должны денег, а мы им отдали. То есть, вполне я допускаю, что это велончельный долг, да. И, с другой стороны, вот представь себе ситуацию. Россия, ну, еще не все долги Путин простил, да. То есть, там куча всяких маленьких стран, которые должны денег. Еще нельзя было зачет провести. Вполне я допускаю, что можно было за долг в 1,1 миллиарда перед Кувейтом отдать там на 10 миллиардов безвозвратных долгов, которые Кувейт нашел бы способ взыскать, а мы никогда не найдем. Поэтому можно было бы десяточку сказать, вот, забирай там, и все нормально. То есть, взаимозачет какой-то можно было бы провести, но это не произошло. А почему именно с Кувейтом? Не нашли более удобную страну? Ну, а почему? Ну, если они идут на контакт, то почему бы нет? Вице-премьер Российской Федерации призвал россиян поторопиться с покупкой квартир. Да, Шувал сказал, что сейчас самое время покупать квартиры, потому что, вот, да, вот, потому что они недорого стоят. Поэтому в Москве вообще очень хорошо. То есть, знаешь, как в Южном парке, когда мужик подъехал к неграм, которые больны СПИДом, и кричит, собирайте, они живут в таких хижинах, собирайте все свои деньги по 200 тысяч долларов на брата и делайте вакцины от СПИДа. Вот так это, потому что очень дешево, мы, наконец, нашли способ лечить СПИД. Так это, очень дешево, идите покупайте всего несколько миллионов долларов, да, и вы молодцы. Как сегодня, кто нам написал, что продать квартиру Шувалова в Лондоне, и можно купить 300 с чем-то квартир. Триста тридцать четыре. А? Триста тридцать четыре. Триста тридцать четыре квартиры в Саратове, если продать квартиру Шувалова в Лондоне. Очень хорошо, видишь, молодец, Шувалов. Это к вопросу, вот, нам пишут люди, там, что мы обещаем какие-то невыполнимые вещи, куда мы будем девать малоимущих людей, мы говорили, что малоимущим людям будут нормальные условия жизни, да, там, пострадавшим людям, которые, там, сейчас в местах отчуждения, да, в местах не столь отдаленных находятся политически. Вот спрашивают, куда мы их всех денем, вот, триста с лишним квартир, это только один дом Шувалова проданный, да, квартира Шувалова, ну, не суть. Да нет, ну, конечно, о чём речь, когда расхищается такое количество денег, просто тупо расхищается, то, конечно, если это прекратить, это уже хорошо будет. Свалить. Все оценили голос за кадром женский, говорят, впервые за три года женский голос за кадром появился. Да, тут бывают. Совладелец Альфа-групп Михаил Фридман на встрече клуба Форбс заявил, что не намерен завещать своё состояние детям, а пустит его на благотворительность, добавив при этом, что не будет привлекать детей к работе своей компанией Альфа-групп. Очень-очень много сейчас разговоров, все вот эти вот миллиардеры стали заявлять, что они не оставят состояние детям, ну, то есть, они нам, что ли, собираются оставить? Ну, новая власть этим заявлением обязательно воспользуется, да, то есть, после, вот я написал для себя, надеюсь, после таких публичных заявлений, сделанных на свободе и без давления, после смены власти в России, ни у кого не возникнет сомнений в том, что они добровольно передали всё похищенное у русского народа русскому народу. Да, ну, если они говорят, да, ну, нам не надо, вот, мы как-то, вот, после смерти, ну, насчёт после смерти это очень легко решить, так что, как-то, вот, они зря, за язык мы их поймали. Но, на самом деле, для чего они это делают? Они это делают таким образом, чтобы показать, всё равно мы вам ничего не отдадим никогда, там, детям своим не отдадим, ну, и вы нифига ничего не получите. То есть, сейчас очень такой важный момент, когда у Путина нет денег, да, и, то есть, они могли бы, там, испугаться, сказать, мы, там, вот, чуть-чуть, там, тебе денег пришлём туда-сюда, они говорят, не, 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 мы, мы детям своим ничего не оставим, ну, и тебе нифига ничего не отдадим. Потребление алкоголя в России за последние пять лет снизилось почти на треть, и настолько же сократилось количество отравлений спиртным. Об этом в интервью сетевому изданию m24.ru рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. Да, ну, я так понимаю, что он заявил о том, что денег мало, а поэтому люди не бухают. Ну, когда денег мало, люди ещё больше бухают, как в советский период был анекдот, когда сынок прибегает к маме, ура, мама, повысили деньги на водку, теперь папа будет меньше пить. Она говорит, нет, сынок, теперь мы будем меньше кушать. Поэтому это классический вариант. Вот, поэтому, конечно, я не знаю, где они увидели снижение потребления алкоголя. Реально, просто люди в магазине меньше покупают. Мы знаем, что в гаражах продаётся огромное количество алкоголя, заводы производят огромное количество алкоголя без акцизных марок или с фальшивами, которые можно через задние ворота купить в любых количествах. Соседей, наверное, если шло из шести бутылок, одна только с настоящей акцизной маркой, опять по таких, ну, левых, то сейчас, наверное, ещё больше идёт и так далее. То есть, у них это просто стало меньше учитываться. У нас время? А? Время? Да, время. Ну, давайте ответим на вопрос сейчас. Так. Так, сейчас посмотрим, ещё какие-то вопросы такие. Ну, вот, спрашивают, чтобы мы выложили официальную доктрину и свою позицию, чтобы нельзя было нашими словами, там, нашими мыслями в будущем как-то манипулировать. Ну, а вот то, чем мы сейчас занимаемся в течение уже трёх лет практически. Нет, ну, сказать, что программа полностью, вот год останется полностью, опубликуем программу, как бумажный документ. Почему? Потому что разберёмся сейчас со всеми этими выборами и так далее. Вы же понимаете, что человека за язык подтянуть весьма сложно, а за написанное как раз за это и подтягивает. Поэтому мы совершенно разумно понимаем, что после публикации программы, а она будет достаточно жёсткой, в общем-то, будут какие-то уже меры властями предприниматься. Поэтому мы таким образом поставили срок год до 5-го, 11-го, 17-го года. Как вы думаете, Янукович сейчас в России? Ну, я его вполне допускаю. Скорее всего, 99%, что он в России, и куда ему ещё выезжать, его везде могут выхватить и притащить. Его из России могли притащить, если бы Порошенко реальную какую-то цену назвал, мы об этом и говорили. Я думаю, что многие из наших сотоварищей, так это назовём, из наших единомышленников, в общем-то, такой бы подвиг совершили, как притащить Януковича в багажнике. Но это дело, которое сопряжено, а с расходами, и потом с расходами, связанными с тем, чтобы как-то обеспечить себе проживание вдали от Родины некоторое время, потому что вернуться будет сложно. Поэтому нужна была бы нормальная сумма. То есть взять живым столько-то денег, ну, припёрли бы этого. Причём, я так понимаю, что с Януковича они получили гораздо больше, намного больше, чем вот та сумма, за которую поставили. Но почему-то, видишь, опять же, такой, в кавычках, либеральный подход. Очень боятся этих вещей. То есть, если начнётся такая же практика по выдаче бывших политических деятелей, которые там не являются пиночетами, то потом можно как-то, в общем-то, самим насадиться. Люди этого все боятся. А может быть, он рыбок кормит, а вместо него двойник, вот спрашивают. Ну, вполне допускаю и такой вариант. Честно говоря, не вижу я такого варианта, но допускаю. Да, вот напомните, что завтра последний день. Да, завтра последний день регистрации. Мы опять давайте об этом поговорим. Чё ты, давай вопрос создавай, и будем про регистрацию. Будут ли интернет и мобильная связь бесплатными после революции? Вот в этом, так сказать, направлении мы и будем двигаться. Обязательно. Что, по крайней мере, насчёт мобильной связи сейчас трудно говорить, а интернет 100% должен на всей территории быть бесплатный, и вся территория должна быть обеспечена интернетом. То есть, у нас выхлоп от этого будет гораздо больше. То есть, это вложение, как вложение в стартап. Вот, предположим, стартап новой власти – это бесплатный интернет. Представляете, какой разгон мы получим. То есть, очень серьёзный. Давайте поговорим про выборы. Значит, завтра у нас последний день, напоминаю, регистрации. До ноля часов должны зарегистрироваться. Скажи, да, Серёж, ещё раз повтори эту информацию. Там, конечно, всё очень сложно, и мы сегодня вот тоже так критиковали. То, что многие вещи непонятны. Да, например, 00 часов 28-го. Это 29-е или 28-е. Ну, в общем, не суть, чтобы не путать наших соратников. До завтрашнего дня мы регистрируемся. И, значит, по голосованию, кто у нас, может быть, первую часть программы пропустил, мы ещё раз скажем, появились новые, скажем так, обстоятельства, о которых мы, например, не знали. То есть, то ли мы упустили этот момент, то ли не очень нам внятно это объяснили. 29-го числа, 29-го, только 29-го мая, в воскресенье будет проходить голосование на сайте. То есть, все те, кто зарегистрировались на сайте, нужно голосовать 29-го мая. А 28-го с 10 часов утра, и, если я не ошибаюсь, до 6 часов, но это у нас ссылочка есть, сейчас я подробнее об этом скажу, будет проходить голосование на избирательных участках. В 13-ти городах России, в том числе в Москве, в Петербурге, в Московской области, и не только, в регионах тоже, будут проходить голосование на избирательных участках. То есть, будут открыты избирательные участки, есть их адреса, туда можно прийти вживую, скажем так, и отдать свой голос за Вячеслава Мальцева. В общем-то, к чему мы вас и призываем. То есть, 28-го голосуют люди, у кого есть возможности, желания на избирательных участках, к 29-го, все мы вместе, единым фронтом, голосуем на сайте Волна Перемен. Кто еще не зарегистрирован, у вас уже буквально считанные часы, можно сказать, до сутки остаются на регистрацию, призываем вас регистрироваться. Если вы зарегистрировались, наверняка у вас есть жена, не знаю, там, соседи, друзья, кто-то еще, да. Может быть, банально у вас два телефона, такое очень часто бывает. Поэтому призываем вас регистрироваться с нескольких аккаунтов. Вот, и 29-го мая, значит, после полуночи, то есть, в ночь 29-го уже можно голосовать, и до 21-го, 0-0, 29-го мая, в воскресенье, всех вас призываем голосовать. Сейчас голосовать не нужно. До 21-го, 0-0. Да, и мы вот говорили, ну, наверное, озвучим, да, эту информацию. Ну, хотя мы уже раньше говорили, что было у нас предложение, чтобы мы 28-го и 29-го вышли в эфир, то бишь в субботу и воскресенье, мы сейчас продумаем, как это, в общем-то, интересно сделать, может быть, не новостной выпуск, а какой-то другой. Но мы подумаем об этом, и многие писали, что это хорошая мысль, поэтому я думаю, что мы в ближайшие дни уже скажем, будет у нас эфир 28-го и 29-го, если да, чему он будет посвящен. Да, ну, вот мы, возвращаясь к теме выборов, еще раз говорим о том, что необходимо нам на площадке Парнаса, конечно, побеждать, безусловно, и тогда это будет победа 5-го, 11-го, 17-го, то есть победа революции, и вообще победа идеи смены власти в Российской Федерации любым путем, то есть только лишь бы поменять эту власть. Конечно, это радикальная идея, но мы и хотим посмотреть, сколько же людей реально на либеральной площадке желает радикальных перемен. Я думаю, что многие, мы думаем, что большинство, поэтому, в общем-то, это очень важный будет этап голосования 28-го и 29-го числа. Да, ну и многие соратники нас поддерживают не только, скажем так, частные лица, да, но и какие-то объединения, какие-то некоторые даже партии, движения и объединения в социальных сетях. Вот в частности, мы хотели бы, вчера мы говорили о том, что мы выражаем поддержку Комитету нации Свобода, которая Поткина-Белова, да, и, в общем-то, мы вчера об этом говорили, а сегодня хотели бы сказать, что благодарим за поддержку и передаем привет группе ВКонтакте Свободные Новости, которые сегодня тоже нас поддержали. Спасибо вам большое за это. И группе Против Власти, тоже с замечательным названием, скажем так, вот, они тоже нас поддерживают, нас смотрят, мы знаем об этом, вам спасибо и привет. Понимаете, как младенец, кто будет сети обеспечивать, кто государству. Для этого оно и есть, чтобы такие вещи обеспечить, потому что, на самом деле, это то, что сейчас мы видим, это монополия. В том классическом варианте монополий, о которых писал Ленин в своей работе «Империализм как высшей стадии капитализма». То есть, это вот классические монополии, это сотовые операторы. Если говоря о сетях, вы их, ну и не сотовые, не только сотовые, но там и проводные, имейте в виду, у нас не будет таких классических монополий, нам они нафиг не нужны. Вячеслав, не забудьте после 5-го, 11-го поставить постамент Кобзону с парящим париком. Я бы даже приехал на открытие. Ну, я думаю, что вообще все памятники, постаменты и так далее должны ставить люди на свои сбережения. Это каким-то особым героям надо ставить памятники. Кобзон особо нет. Да, ну нет, я не думаю, что это вообще хорошая тема, да. Я даже денег своих дал на это, чтобы посмотреть. Это такое чудо. Так, что еще? И мы знаем, что у нас в Саратове, и говорили, по-моему, как-то в одном из эфиров есть замечательные памятники, такие с определенным подтекстом, да, мы знаем, вот недалеко от нас здесь стоит памятник, ну, скажем так, антикоммунист у нас был такой, помните, вы об этом рассказывали, который делал памятники, которые при определенном ракурсе, в общем-то, новое значение такое, да, новое видение этих памятников можно было получить. И, в общем-то, вот с Кобзоном, может быть, тоже какой-нибудь такой интересный ракурс найти у его будущего памятника. Спасибо. В общем, еще раз призываю вас голосовать и регистрироваться на сайте. Завтра мы в 21 также выйдем, ну, останется очень мало времени уже. Да, и у нас есть дополнительный канал, про который мы сегодня еще не говорили, дополнительный канал «Безумная Грета», там есть нарезки с наших эфиров, которые можно распространять, например, по своим друзьям, и, в общем-то, это наш резервный канал на случай каких-то экстренных технических ситуаций. И есть страница ВКонтакте, которую мы специально для Праймерис создали, но и в дальнейшем будем, наверное, использовать, ссылка есть в описании. И мы реанимировали Твиттер, какие мы молодцы, видите, все сделали, все площадки захватили. И очень большой молодец наш сторонник из Питера, прислал вот такие стикеры, 5, 11, 17, не ждем, а готовимся. Отличный лозунг, просто великолепно. То есть это не наш, это его, это, вернее, это теперь наш общий, да, мы не ждем, а готовимся. Большое спасибо. Да, ну мы вчера ему уже привет передавали, вот сейчас вам стикеры, вам, в смысле, соратникам нашим показали, поэтому еще раз большое ему спасибо, и мы уже говорили, что если он будет в наших краях, то приглашаем его к нам на эфир, он уже не первый раз нам помогает. Спасибо большое. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.